Я вас всех приветствую! Сейчас я планирую провести некую разведку территории Для этого я взял с собой все самое необходимое Комплект 02 Комплект сборной двух или трех комплектов О которых я уже рассказывал в своих видео Естественно веревка Понятное дело карабин, паракорд, фонарь Там еще один фонарь Нож на поясе перед собой Лопатка и вода Я думаю, что я успею продвинуться немного вперед А потом вернусь и здесь сделаю ночной лагерь Только что, ну как сказать, встретил Порвал паутину паука аргиопа Вот такой достаточно красивый паук Поэтому не покажу Может быть сейчас найду Здесь Передо мной сейчас достаточно такой небольшой обрывчик Вот Для того, чтобы залезть наверх Нужно его достаточно хорошо обойти Либо справа, либо слева Вот Залезть Не знаю Сложно Возможно будет Ну Можно будет попытаться Это нора явно животного происхождения Вот И здесь на входе Видны Перья птицы Возможно, которые туда затащили И там, соответственно Пировали ею Как правило, в таких норах В глиняных склонах Любят селиться Лисы Шамили И Работали 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 На этих территориях ядовитых змей нету, но есть большие, практически двухметровые даже полозы. И вот одно из доказательств существования таких немаленьких змей. Видите, она поменяла свою одежду и упала в новом одеянии. Кстати говоря, это одна из, возможно, нор, потому что, видите, она здесь ползала-выползала. Вот и пока выползала, короче говоря, и переоделась. Удобно. Сейчас за моей спиной вы наблюдаете вот в этой глиняной стене вот такие норы. Это птичьи норы. И я сейчас хочу посмотреть, живы ли они. Я имею ввиду не птицы, а норы напоминаю. Не за один раз, естественно, выкапывается такая птичья нора. То есть из сезона в сезон, они, возможно, запоминают, я не знаю, там свои квартиры, свои пещеры. Каждый раз их увеличивают площадь. Либо они меняются, и каждый раз в сезон сюда залетают новые птицы, соответственно, и все это вышкрябывают наружу. Но признаков шевеления жизни или тем более каких-то яиц не нахожу. Хотя все говорит об этом. Вот помет. Вот здесь есть перья. Ну и вот здесь должно быть. Должна быть птичка. Так, для справки. Если, к примеру, у вас расстройство, то есть такая диарея конкретная, то я не скажу, что полностью избавиться от нее вам это поможет. Но, тем не менее, закрепляет стул. Это чистая глина, принятая внутрь. Естественно, количество этой глины, ну, берется по ощущению не так, чтобы там 3 столовые ложки, а так буквально две-три щепотки, и она скрепляет желудок. Иногда даже бывает вкусная, особенно где-нибудь там ближе к воде, она уже с солью, то есть уже практически готова по потреблению максимально. У меня все в порядке, кстати, желудок. Сейчас давайте посмотрим, насколько, во-первых, глубока нора, в данном случае птичья, есть ли там что-либо. Итак, погружение. Глубина впечатляет. Птичьи норы. Птичьи норы может здесь посадится все-таки какое-то более крупное животное. Асеринка как-то безуспешно к сожалению может они уже разбежались задолго меня увидев на некоторое время покинуть свои укрытия глину на зубах поскрипывает надо бы как-то ее прополоскать болынь отлично полыни можно будет натереть например одежду руки потому что вот там где планируется нас идет лагерь полыни нет вообще во всяком случае я не встречал поэтому придется наверно с собой собрать некоторое количество для того чтобы вечером все-таки от комаров как-то под избавится да запах отличный оравлик павлик оравлик павлик на полыни горький но я знал что я сделал как она всегда защищает эта дикая акация вот эти шипы эти дивы это нереальная просто защита для того чтобы никто не мог забраться ну вот даже на некоторых ветках я не видел гнезд потому что опасно нужно не рассчитать приземлиться не совсем точно и все и нарвался на такой шип конкретный он кстати еще улитка пресненькая кстати говоря нашел перо симпатичная правда перышко вот тех птиц которые селятся в этой глине роют себя норы вот но перо уже тоже кстати по запаху пера можно определить как давно его птица сбросила то есть избавилась от него оно должно пахнуть не травой не сыростью а именно птицы ну вот можно сказать что-то свежее перо не годится в пищу на кстати про полынь откровите немножко белесая и вот этих улиток которых я периодически поедаю я без обработки естественно поедаю да и поэтому иногда проживав некое количество полыни можно скажем так сделать себе профилактику от различного паразитов частности на первых от глистов но вы помните о том что самолечение это опасно поэтому вопрос нужно изучить было чем запить хорошо нашел подходящее место для того чтобы можно было развесить именно палатку между четырех деревьев и вот это акация видите то есть на этом уровне не нужно будет завязать канат ну и растянуть палатку но для этого нужно немножко избавиться этих колючек хотя бы на том месте где будет сам канат потом еще немного и еще потому что находиться в окружении таких опасных колючек как-то не очень хочется все-таки ночь впереди это можно просто поломать это можно отпилить олень и мох пресный абсолютно безвкусный вот но скажу питательный не прям такой уж прям дающий энергию но перебивающий пить а Продолжение следует... Продолжение следует... Все, началось... Пришло время натереться полынью... Причем... Запах, конечно, будет правильный... Зато... Никаких... Сосущих товарищей... Я вас жду... Давайте, все на меня... Ну... Нет... Ну... Вот... Вроде бы получилось... Здесь 4 точки... И можно попробовать ее в качестве... То есть, это палатка, если кто помнит... Опа! Что такое? Обломалась... Хорошо... Порвалось... А что порвалось? У-у-у... Да... К сожалению, нитки... Оказались слабоватые... Ну и палатки, я вам скажу... Уже, наверное... 15... Пора, наверное... Пора сделать что-нибудь свое... Свое такое, чтобы было именно надежное... И она тоже хорошо отработала себя... Ну... Смешно, да? Согласен... Ну, эксперимент, кстати... Первый раз... Решил ее именно проверить в таком качестве... На тебе... В общем, в связи с неудачной попыткой... Повесить палатку... Я принимаю решение... О своем... Надежном... Гамаке... Вот... Это... Действительно уже проверенная вещь... Поэтому... Так... Ну... Честно говоря... Как-то так уже... Хочется что-нибудь поесть, что ли... Ну... Все... Гамак установлен... В принципе... Как бы... Место для сна уже создано... Костер не разведен... Даже объясню почему... Дело в том, что... Если нету острой необходимости... Вот именно в костре... Да... Я понимаю, что... Это некое такое... Знаете... Ощущение... Тепла... Там... Какая-то визуализация... Да... Какая-то романтика... И так далее... То есть... Я... Вот честно говоря... Небольшой сторонник костра... Если он... Вот действительно... Не необходим... Поэтому... Сейчас я им не занимаюсь... А... Для того, чтобы приготовить себе... Например, поесть... Мне достаточно, в принципе... В какой-то... Минимальной такой... Вот... Какой-то емкости... Там... Ямки... Развести огонь... Ну и все необходимое... Если... Опять-таки... Нужно что-то готовить... Приготовить... Ну и воспользоваться... Сейчас я собираюсь... Прогуляться... Буквально... Вот так вот... На север, наверное... Метров на 400... На 500... Уйти... Вот... А для того, чтобы вернуться в лагерь... Обратно... Чтобы... Ну скажем так... Беспрепятственно найти можно было место... И при этом не демаскировать... Своё местоположение... Я в одном случае... Использую светоотражающую пленку... Вот такую... Нарезается она на квадратики... И... Эти квадратики... Я сейчас расставлю... По пути своего отхода... От лагеря... И... Возвращаясь обратно... Я буду... Примерно в том же направлении... Ити обратно... Вот... Я... Светом фонаря... Буду четко отлавливать... Эти отражения... И... В принципе... По ним легко... Приду в лагерь... Это... Непосредственно в лагере... И... Получается... Я буду уходить... В том направлении... Следующая будет размещена... На таком расстоянии... Чтобы я от нее... Засвечивая... Предыдущую... Ну... Как бы ее... Наблюдал... То есть... Соответственно... Подходя... Каждый раз... К метке... Я мог... Фонарем... Найти... Следующую... То есть... Это... Дистанция... Которая... Более... Правильно... Будет... Выбрана... Пленка... Это... Удобно... Она... Самоклеящаяся... Это... Очень... Быстро... Решает... Вопрос... С... Ну... Если... Не... Колючку... Направляю сейчас... За солью... Проверить... Есть ли она там... Прямо на берегу... У кромки воды... Должны быть соляные... Запасы... Нет... У меня есть соль... Конечно же... Просто... Хочу убедиться... Что именно сейчас у нас здесь... Тоже имеется... Метки... Должны сработать... Обязательно... Ну... В общем... Вы поняли... Да... То есть... Идея в том... Что... Расставляя эту... Светящую саленту... Вы... Всегда... Четко... Сможете найти... Дорогу обратно... Это очень удобно... Ну... Вот... Например... Мой маршрут... Где-то... В полкилометра... Мне хватило... Около... Шести... Восьми меток... Более чем... Вот... Видите... Искрица... Как будто бы... Иний... Но... На самом деле... Это соль... Соль... Не проступающая наружу... Вот она... Соль... Белая... Чистая... можно немножко собрать ну вот получается полная темнота и вот дистанция прилично посмотреть как смеются две метки хочу обратить ваше внимание на то что в походных условиях отсутствие ложки это конечно трагедия возможно но не особенно большая вот чтобы вы понимали только что я обжег в огне колышки для палатки и в принципе они могут сейчас послужить инструментом для поедания необходимых твердых элементов вот всей емкости ну в принципе жидкость которая останется всегда можно выпить поэтому если у вас нет ложки у вас есть палатка значит у вас есть колышки а а если у вас есть колышки значит вы голоден не останетесь так ну теперь время релакса сейчас поем ну относительная конечно тишина гамак меня ждет единственное что вот кашу если вы будете готовить на цвет то при помощи колышков ее сложно выкребать небольшое такое цветное настроение но почему нет но всегда нужно находить время для правильного отдыха не только физического но и морального но и 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